На субботник вышли около 200 человек. Это семиклассники из Саровских школ. На то, чтобы прибрать вверенную им территорию, у ребят ушло не более получаса. Само мероприятие каждый год мы стараемся приурочить к Дню Земли, потому что это все-таки защита природы, охрана окружающей среды, все экологическое и природоохранное. То есть мы все соединяем в одну. И дети, которые убирают, в следующий раз могут у нас... Все-таки мы воспитательные мероприятия. То есть у нас все как бы вкупе, все в одном. Акция «Зеленая весна» проходит более чем в 80 регионах России. В ней принимают участие порядка трех тысяч человек. В Сарове ребята собирали мусор на заливном лугу вдоль берега реки Сатис. Мы сегодня помогали нашему любимому городу собирать мусор, убирали территорию. Это было не очень трудно. Если чисто, всегда хорошо, потому что... Ну вот мусор убираешь, дышать проще. Своим примером ребята показали бережные и ответственные отношения к окружающей природе. На субботнике школьники находили фантики от конфет, пивные бутылки и шприцы. Самое большое количество мусора – это бычки от сигарет. Они являются из мусора не самые вредные. Потому что внутри фильтров находится пластик, который... Именно тот пластик, который используют в сигаретах, он как бы по своей текстуре, он наиболее долго разлагается. Акция «Зеленая весна» стартовала 22 апреля, а закончится она ровно через месяц. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.